Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен Господь, даровавший Тору. Аминь. Аминь. Я приветствую еще раз. Шаббат шалом, дорогая община. Шаббат шалом, дорогая община. И недельная глава Торы называется «Бешалах». В переводе «Отпустил». Это книга «Шмот». С 13 главы начинается и заканчивается по 17 главу. И в этой главе описывается очень яркое событие. Событие, которое всем нам знакомо. Это событие любят дети слушать. И оно очень яркое и очень знакомое. Это избавление еврейского народа из рабства. Избавление Божьего народа из рабства. Правда это яркое событие? И как здорово быть свободным. И знаете, в этой главе, в нескольких главах описывается пять чудес Божьих. Вообще, знаете, вообще вся Тора, да, весь Танах, это Писание, да, Бритха Ташау, Новый Завет, вообще он описывает чудеса Божьи. И если мы, может быть, не видели, или, может быть, в нашей жизни давно не происходили чудес Божьих, то очень важно, ну, читать, читать Писание. Также хочу спросить у вас, есть люди, которые никогда в своей жизни не переживали чудес Божьих? Слава Богу, нет таких людей. Потому что мы верим в живого Бога, живого истина, который творит чудеса. И я бы хотел бы прочитать с последней главы, это и исход, 17 глава, с первого стиха. Это после того, как Бог вывел народ из Египта, они прошли море, и начинается глава. Это 17 глава с первого стиха. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни в Син, и путь свой по повелению Господню. И расположились с Таном в Рефиме, и не было воды пить воду. И дальше смотрите. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам пить воды. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждой у нас, и детей наших, и стыда наших. Моисей возыпил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. В этой главе описываются не только чудеса Божии, но также описывается ропот народа. И это было, знаете, четвертое возмущение, когда народ возмущался. И эту главу можно назвать, я бы ее назвал, как для себя, люди меняются, но Бог никогда не меняется. Люди могут меняться в своих решениях, в своем выборе, в целях, обещаниях, в хождении пред Богом. Но Бог не меняется. И вот вопрос, да, почему так? Почему, видя столько чудес Божьих, они все равно начинают роптать? Конечно, можно это все списать на нашу греховную, унаследованную, ну, плоть. Знаете, как есть такая пословица, да, война, война все спишет. Но в этой греховной плоти живет дух, который способен проходить через любые преграды или трудности. И здесь много причин, почему они так поступали. И для себя, как бы, я вот хотел бы мои размышления поделиться с вами, почему народ Божий, видя чудеса Божьи, все равно начинает роптать или негодовать. И одна из причин – это вера, когда наша вера, она основана только на ощущениях или видимых вещах. И это, знаете, богословское утверждение, оно приведет нас к ропоту, а впоследствии к падению. Когда наша вера, вера в Бога, она основана только на каких-то видимых или ощущениях, мы должны ощутить или увидеть. И это нормально, это хорошо, когда мы видим Бога, мы видим Его проявления, мы видим чудеса. Это хорошо, когда мы чувствуем Бога, это нормально. Но слышите, что не всегда бывает так, когда мы не всегда видим или чувствуем. Не всегда так бывает. И кто был в среду на служении молитвенном, очень хороший вопрос задал Олег Пастер. Он говорит, помните вопрос, да? Кто ощущает Божие присутствие? Подняли руки несколько человек. Кто ощущает сильное Божие присутствие? Тоже поднял несколько человек. А кто не ощущает никакого присутствия? Люди тоже подняли руки. Тут вопрос. Если мы не ощущаем Божие присутствие, то разве Бог не присутствует среди нас? Писание говорит, что Бог присутствует всегда среди нас. Ощущаем мы этого или не ощущаем? Писание говорит, что мы живем и мы двигаемся не видением, то, что мы видим, а чем? Верою. И нас объединяет вера. И даже если в каких-то моментах мы не чувствуем Бога, мы не видим Его проявлений, Бог всегда рядом. Бог всегда там, где Он должен быть. Он всегда рядом. Это вера, потому что Божье Слово это говорит. И одна из причин, это когда наша вера, она основанная только лишь на ощущениях видимых или каких-то проявлениях. И это неправильно. И второй момент, почему так произошло, это потребительское отношение или привыкание к чудесам. Когда люди привыкают постоянно к чудесам, то когда в какой-то момент они перестают быть, то у тебя негодование. А где же чудеса? А где же знамения? И чем отличаются дети от взрослых? Дети, они всегда чего-то хотят. Они всегда говорят, я хочу и сейчас. Когда человек думает, что Бог всегда что-то должен, это неправильная позиция. Это называется младенчество. Бог хочет, чтобы мы взрослели. Любой родитель, я как родитель, у меня есть дети, у меня их трое детей, и у меня огромное желание, чтобы мои дети не взрослели. Есть период, когда они требовали, и знаете, мы смотрим, да, в Писании, просто удивительно, когда народ Божий, он возмущался, он говорил, я хочу что-то видеть, то Бог сию минуту приходил, и народ захотел воды, народ захотел хлеба, вот вам хлеб. И еще что-то, как дети, они что-то хотят, когда маленькие, им всегда мы бегаем и даем, но приходит момент, когда так не происходит. И Бог хочет, чтобы мы взрослели. И на самом деле, Он ничего нам не должен. Все, что Он сделал, Он уже сделал. То, что, знаете, даже огромное, великое привилегие, то, что Он уже открылся нам, это огромное привилегие. Ведь можно подумать, можно, да, что Бог мог и не открыться вообще. Мы бы не знали бы, что есть вообще такое, что есть Бог, что есть любящий Бог. И это огромное привилегие, что Бог, Небесный Отец, Который сотворил небо и землю, Он открылся народу Божьему, открылся каждому из вас. И это уже стоит иметь благодарное сердце и благодарить Его. И в завершении я хочу прочитать второе Коринфянам, Четвертая глава. Четвертая глава с восьмого стиха. Это послание к нам всем. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гнимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Ишоа, чтобы и жизнь Мессии открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Ишоа, чтобы жизнь Ишоа открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим. Знаю, что воскресивший Господа Ишоа воскресит через Ишоа и нас, и поставит перед собой и с вами. Ибо все для вас, обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы и не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Так что, друзья мои, давайте будем смотреть не на видимое, а на невидимое. И пусть наша вера, она будет основана на Божьем Слове, потому что Бог Ишуа, наш Господь, Он присутствует всегда и везде, в любых ситуациях. Амин. Пусть Бог благословит вас. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. Одиннадцатая глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.